Продолжаем говорить правду, в том числе и на русском языке. Татьяна Печенчик, глава правления Центра прав человека ЗМИНа, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Татьяна, доброе утро. Рады вас видеть. Доброе утро. К сожалению, тема вот такая. Не могу вас не спросить о фигуранте нашего материала, Пол Ури, британский волонтер, которого истязали, видимо, в пыточных, так называемой, ДНР. А вот вы, как специалист по защите прав человека, как можете констатировать этот факт преступления? Вот сейчас как раз очень серьезно мы ждем реакции Британии, да, вот как они отреагируют на это. Напомню, что кроме Пола Ури, да, еще два британца, к счастью, живы и находятся тоже в пыточных ДНР. Вот они вместе с марокканским добровольцем как раз ждали этого судилища и ждали трибунала. Ну вот, да, у Британии, так скажем, есть, есть что выяснять с этими псевдореспубликами. Но вот по Полу Ури, по вот этому кейсу, простите за такое слово, вот что вы можете сказать как специалист? Да, действительно, этот случай является одним из самых тяжких нарушений международного права и международных преступлений, потому что, по всей видимости, идет речь о внесудебной казни человека задержали. И что вы упомянули про нескольких других британцев, которые находятся в плену, Пол Ури и Дилан Гилли, которого задержали вместе с ним, кстати, Дилан до сих пор находится в плену, они не были военными, они были гражданскими волонтерами. По некоторой информации, которая у нас есть, они сотрудничали с инициативой ADN8, и они как раз были задержаны 25 апреля, когда они направлялись из Днепра на юг, на российском блокпосту, по имеющейся у нас информации, это было очевидно возле села Веселая, они ехали, чтобы эвакуировать из Днепрорудного женщину с ребенком, и были задержаны российскими войсками, и после этого с ними пропала связь, после этого 26 числа этой женщине с телефона Пола позвонили, с ней говорили, потом к ней пришли домой российские военные, они пытались как-то найти какие-то доказательства, что она сотрудничала с военными, наемниками, но потом, не найдя каких-то подтверждений, они сказали, что она не совсем дружит с головой, и оставили ее в покое, потом ее эвакуировали другие волонтеры. И, собственно говоря, в этой истории они обвиняли Пола Ури и Гилли в том, что они являются наемниками, с ними не было очень длительное время связи. Потом 10 июля в так называемое ДНР объявили, что Пол Ури умер от кронических заболеваний и стресса, об этом сказала так называемый амбудсман ДНР Дарья Морозова. Это было очень цинично, потому что то тело, которое недавно, после полтора месяца переговоров, удалось вернуть украинской стороне, оно свидетельствует про то, что Пола Ури пытали. Сейчас идут экспертизы, и, конечно же, будут официальные заключения про то, что могло повлечь смерть. Но также я хотела бы добавить, что Пол Ури, находясь все время в плену, его родственники также говорили про то, что у него диабет, и ему нужен инсулин, его надо было освобождать немедленно. Тем не менее, его все это время держали в плену и, скорее всего, запытали до смерти. Татьяна, скажите, пожалуйста, как часто ваша правозащитная организация и ваши коллеги получают сигналы о пытках, о внесудебных казнях? Есть ли, возможно, какая-то статистика, сводные данные для понимания общей картины? Да, мы документируем случаи насильственных исчезновений гражданских, которые являются волонтерами, активистами, журналистами, представителями органов местного самоуправления. И случай Пол Ури – это как раз такой случай, с которым мы работали. От всего цифры постоянно меняются, дополняются. Каждый день мы получаем информацию про новые случаи или про те случаи, которые произошли раньше, но мы не знали. По состоянию на данный момент у нас документировано 311 случаев исчезновения людей, активных граждан, граждан местных громад. Или есть там некоторые люди, как иностранцы, которые приехали сюда помогать, как волонтеры, как, например, Пол Ури. Из этих 311 случаев 12 людей были фактически казнены или подверглись таким жестоким пыткам, что умерли в плену у россиян или умерли после того, как они были освобождены, например, в больнице после результатов этих пыток. Самое большое количество случаев, которые мы задокументировали, произошло на территории Ферсонской области, на втором месте Запорожская область, дальше идет Донецкая область, Луганская область, но оттуда у нас меньше информации немного, тоже в связи с тем, что сложно доставать и документировать такие случаи. Вот, кстати, по поводу того, что мало информации, недостаточно. Заявление ООН о том, что Россия препятствует доступу к украинским военнопленным, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер об этом заявила. Заявила, вы эту информацию подтверждаете, как я понял, да? То есть правозащитникам запрещено связываться и тем более попасть к военнопленным, которых удерживают россияне и их пособники? Мы как правозащитная организация не имеем доступа вообще к территориям, которые сейчас контролируют российская армия. Все, что мы можем делать, это собирать, документировать информацию на территориях, которые освобождены украинской армией, проводить полевые миссии туда, а также собирать информацию с оккупированных территорий дистанционно, через людей, которые там находятся, родственников, которые могут нам сообщать информацию в ходе интервью или передавая через другие способы связи. Поэтому, конечно, это очень тяжело документировать, но мы призываем всех людей, которые нас слушают, чьи родственники могли попасть в плен, чтобы вы сообщали про эти случаи правоохранительным органам, национальной полиции Украины, прокуратуре, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, уполномоченному по вопросам лиц, которые исчезли без вести при особых обстоятельствах, правозащитным организациям, таким как наша, Центр прав человека ЗМИНа, мы документируем случаи насильственных исчезновений с другими правозащитниками в рамках работы коалиции Украины «5 утра», а также нужно сообщать международным организациям, в первую очередь, это мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая работает в Украине, и Красный Крест. Кроме того, если ваши родные исчезли, нужно подавать жалобы в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям, этот механизм ООН сразу же передает властям Российской Федерации информацию и спрашивает, где эти люди, что с ними случилось. Российская Федерация обязана отвечать по таким случаям, поэтому это тоже шанс, если не освободить ваших родных, то, по крайней мере, минимизировать риски пыток по отношению к ним, пока они находятся в российском полюбии. Татьяна, ну, если мы констатируем, что миссию ООН не пускают к живым украинским военным, чтобы понять, что с ними происходит, то, к сожалению, уже к мертвым вот пускают. Спустя, слушайте, 29 июля было это преступление, теракт в Еленовке, когда больше полусотни украинских военных, а может даже около ста погибло, наших защитников, в том числе и азовцев. А расскажите, пожалуйста, вот о том, что сообщает Дмитрий Лубенец, это полномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, украинского парламента. Он сказал, что есть некие претензии относительно состава миссии ООН, которую якобы в этот лагерь в Еленовке должны, наконец-то, допустить, спустя, получается, ну, полтора месяца после совершения преступления. Есть там два фигуранта, не буду долго пересказывать эту историю, но, в общем, к одному бразильцу есть претензия, и связана она с тем как раз, что якобы до этого они сотрудничали с Россией по разным вопросам. И вот, например, третий участник миссии, Исуф Якуб, имеет опыт в полицейских миссиях ООН, в частности, в Мали. И вот мало он высказывался публично, но стоит отметить, что у Российской Федерации к нему есть некий интерес. Скажите, во-первых, тут две составляющие в этом вопросе, можно ли что-то объективно расследовать через полтора месяца после теракта? Раз. Второе, действительно ли могут быть в составе миссии, ну, такие вот, знаете, спящие российские агенты? Можем ли мы это допускать, даже теоретически? Да, я думаю, что расследовать можно. Расследования могут проходить даже через годы после тяжких международных преступлений. И случай в Еленовке является таковым. И такие преступления не имеют срока давности. Понятно, что это намного тяжелее, чем расследовать сразу, собирать улики. И то, что Российская Федерация не допускает независимых наблюдателей, или механизмы ООН, или Красный Крест так долго к этому месту, тоже является косвенным признаком того, что все-таки все было не так, как они это пытаются представить. Это не был никакой удар Хаймарса с украинской стороны, а именно это была такая массовая казнь наших военнослужащих, которые находятся в Еленовке. Я скажу, что, кстати, в Еленовку раньше уже попадали представители международных организаций, но им показали только очень большую часть. То есть даже если их туда пустят, то не факт, что им дадут возможность нормально работать, кто бы там ни находился в составе такой миссии. Поэтому, конечно же, но с другой стороны, можно собирать информацию по другим также источникам. И, собственно говоря, по той трагедии, которая произошла в Еленовке, у нас и у наших партнеров, в частности, «Ведийная инициатива по правам человека» была одной из первых правозащитных организаций, которая заявила, что это не был никакой удар внешний, а, скорее всего, был взрыв изнутри. Ей это сообщили люди, которые находились, их каналы связи внутри Еленовской колонии. И, собственно говоря, мы с первых дней тоже говорили про то, что, скорее всего, это произошел взрыв внутри самой Еленовской колонии. Татьяна, и последний вопрос, попрошу коротко на него ответить. Еще в марте лично вы и представители еще 50 правозащитных организаций обращались в ООН с требованием создать трибунал над Путиным и его ближайшими соратниками. Расскажите, в этом направлении работа сейчас ведется? Какие результаты? Да, такая работа идет. Более того, сейчас ее очень активно внедряет Министерство иностранных дел, которое занимается созданием такой коалиции или формированием консенсуса многих стран по вопросу создания специального трибунала по преступлению российской агрессии в Украине. Этим занимается, в частности, Антон Кореневич от Министерства иностранных дел. И нужно понимать, что такие трибуналы не формируются за один день, тем более, когда идет речь о создании совершенно нового суда, который не существовал раньше. Это может быть создано по различным моделям. Для нас оптимальнее всего было бы, если бы этот трибунал был инициирован Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, но это требует намного больше работы и поддержки стран, например, других регионов Азии, Африки, Латинской Америки, что намного тяжелее отобиться. Второй вариант, этот трибунал может быть создан как региональный, например, на базе, инициированной Европейским Союзом или Советом Европы. И уже есть две резолюции этих органов, ПАСЕ и Европейского парламента, которые прибывают к созданию специального трибунала по преступлению российской агрессии в Украине. То есть идет формирование политического консенсуса и базы, после чего, я думаю, что будет расширяться количество стран, которые поддержат такой трибунал. Спасибо, Татьяна, и за вашу инициативу, и за то, что включились. Татьяна Печенчик, украинская правозащитница, была в эфире телеканала Freedom.